Сегодня глава Нацбанка Кайрат Килимбетов на заседании мажориса парламента вновь попал под прицел видеокамер и снова сенсация. Уже в этом году средства, накопленные в едином пенсионном фонде, планируется направить на аккредитование отечественных банков и предприятий. И как сказал Килимбетов, для всех платчиков это будет только плюсом, а точнее хорошей прибавкой к накоплениям. Мой коллега Дмитрий Крюкович сообщит все подробности. Сегодня Кайрат Килимбетов в очередной раз стал главным героем дня. Сначала своими вопросами главу Нацбанка засыпали мажорисмены, ну а позже к ним присоединились и журналисты. Нынешний курс тенге главный банкир считает вполне оправданным. Пока за баррель дают 50 долларов, 277 тенге за доллар – это нормальная цена. А вот если стоимость черного золота подрастет, то и тенге начнет укрепляться. Паникеров Килимбетов успокоил, нехватка валюты стране не грозит. Предложение долларов избыточное. Когда в предыдущие две недели до этого банки говорили, что долларов не хватает, ну потому что никто их не хочет продавать. На самом деле операции за август-сентябрь, они маленькие. Они в день не превышали 100-200 миллионов долларов. До перехода к инфляционному таргетированию эти операции составляли 500-600 миллионов долларов в день. Кайрат Килимбетов также прокомментировал решение правительства о привлечении средств единого пенсионного фонда для внутренних инвестиций. Напомню, сейчас на пенсионных счетах скопилось более 5 триллионов тенге. И делается это для того, чтобы средства не лежали мертвым грузом, а приносили вкладчикам стабильный доход. Выгода будет обоюдная и для населения, и для государства, считает глава Нацбанка. Мы сейчас работаем с правительством по кредитованию. Дополнительно мы рассматриваем возможность, что средства единого накопительного пенсионного фонда, и в этом и в следующем году пойдут дополнительно большие суммы на возможности кредитования экономики. Это будет касаться и банков, и жилищного строительства, и смежных секторов. То есть тенге доступный и недорогой будет предоставлен экономике, с этим никаких вопросов нет. Кстати, бюджет пенсионного фонда позволяет заимствовать средства. Единый накопительный пенсионный фонд представил отчет о финансовом положении. Доходность достигла 9%, а это 435 миллиардов тенге, а общая сумма накоплений, как я уже сказал, превысила 5 триллионов тенге. Положительное сальдо эксперты объясняют двумя факторами. Все пенсионные вклады теперь под приглядом государства, да и использовать их стали, что называется, суммом. Дмитрий Крюкович, Аблахан Сейльбек, итоги дня.